Сегодня день всех влюблённых, а ты знаешь, что я тебя очень сильно люблю, поэтому подготовила аж целых три видоса в подарок. Один из них – финал комикса в соединении. Желаю тебе приятного просмотра. Начинаем! Девушки отдыхают В этом доме очень серьёзно относятся к чаю. Тут у кое-кого очень высокие стандарты. Ну, я уважаю такой подход. Моя мама также относится к волосам. Боже, упаси, если у кого-то будет бардак на голове в её доме, и ему будет конец! Шира, на пару слов. Нам нужно кое-что обсудить прежде, чем все мы займёмся своими делами. Да, окей. Простите, что приходится забрать его на некоторое время. Прошу, чувствуйте себя как дома. Мы скоро вернёмся. Боже, что за безумное начало воскресенья, а? Так спать хочется! Эх, и не говори. Шира, наконец-то, показал тебе свою спальню, да? Понравилось увиденное? Эх, что? Бас? Шира, думаю, ты знаешь, о чём мы должны поговорить. Насчёт произошедшего вчера. Ты был неправ. Тебе нужно было хорошо извиниться, чтобы мы не вмешивались в дела, выходящие за рамки наших обязанностей. Знаю, в мире много несправедливости. Но это не наша работа. Рисковать своей безопасностью ради людей, которые не нанимали нас для защиты. Твоя неосторожность привела к травме. И теперь секрет нашей семьи раскрыт. Шира, ты уже взрослый. Пришло время взять на себя всю ответственность за свои действия. Нужно быть достаточно сильным, чтобы контролировать свои эмоции. А пока ты не можешь исполнять свои обязанности. Тебе нужно больше тренироваться. Я... я понимаю. Что касается наших неожиданных гостей... Вовлечение невинных граждан в наши семейные дела – это неправильно. Вне зависимости от того, что они для тебя значат. С этого момента ты должен тщательнее обдумывать свои решения. Не толкай своих друзей на путь, который может им навредить. Особенно тех, кем ты дорожишь. Неважно, насколько осторожным ты себе считаешь... Последствия будут всегда. Теперь ты, Хисао. Ты должен был сначала обсудить это со мной, прежде чем пускать чужаков в наш дом. И из-за твоего безрассудства мы потеряли нашу страховку. Так неужели ты ничему не научился за эти годы? А, прекрати! Ай! Широ, расстанови его! Не-а... Зачем мне это? Вы двое слишком халатно относитесь к своим обязанностям. Больше не заставляйте меня тратить очередное воскресное утро на нечто подобное. Иначе будете молиться о смерти. Да, сэр. На этом все. Свободны. Мне нужна длительная прогулка. Широ, это девушка Рея. Та самая, о которой ты рассказывал, да? С ней ты столкнулся пару месяцев назад. Не понимаю, о чем ты. Парень, ты больше не скроешь это от меня. Я ничего не скрываю. Послушай, сын. Я, может, и плох в математике, но в отношениях разбираюсь. Очевидно же, что вы двое сильно заботитесь друг о друге. Так что же тебя останавливает? Просто... Ты слышал слова деда. Всегда будут последствия. Такие, как мы, не могут жить обычной жизнью. И ты, как никто другой, знаешь это. Верно? Угу. Знаешь, он сказал мне то же самое 23 года назад. Но я никогда его не слушал. Порой я думаю, что, может, стоило бы. Но поступи я так, у меня бы никогда не было тебя. Ты должен научиться больше доверять самому себе. Знаешь, старик ведь не всегда прав. Но для меня, старик, ты... Не-не-не. Я особенный старик. Ограниченного выпуска. Это другое. Подожди. Ты просто хочешь внуков, да? А? Я дал тебе искренний совет. Как ты смеешь обвинять меня в столь эгоистичных желаниях? Я расстроен. Я на это не куплюсь. Ох, постой. Кажется, я знаю, в чем дело. Не меняй тему. Не переживай, сын. Мужчины в этой семье успешные романтики. Плюс ты унаследовал мою шикарную внешность. А это большое преимущество. Думаю, она влюблена в тебя. Ты считаешь, что каждый влюблен в меня? Разве я не прав? Это лучший отец вообще. Дайте ему медаль Отец Года. Я не буду не против попасть в вашу семью. Удочерите меня, пожалуйста. Батя, ну просто краш. Я бы вышла за него, за Батю. Запакуйте мне этого старика ограниченного выпуска. А Батя хорош. Черновский хорош. Я влюблена в старика. Я огромное преимущество. О боже, какой мужчина. И я хочу от тебя сына. Я же говорил, внуку хочу. Слушай, Рея. Думаю, тебе лучше посетить ванную. Ты выпила слишком много чая. И я пью, когда нервничаю, ясно? И дело не в том, что мне не хочется. Просто я понятия не имею, куда идти и боюсь вломиться в ту комнату. Да, но... Что ужасного может случиться? Этот дом словно лабиринт. Что, если у них есть тайная комната, полная секретных штук, которые мне не стоит видеть? Даже если и так, уверен, она находится не в прихожей. Не парься, я им обо всем расскажу. Если они вернутся раньше тебя. Эх, окей, я быстро. Агась, только не вломись в спальню к Шира по пути. Это реально старая шутка. Это реально старая шутка. Это реально старая шутка. Это Шира? Значит, это его мама? Такая красивая. Не думаю, что она была на семейном портрете. Хотя... Если подумать, он раньше никогда не упоминал о ней. Даже когда мы были детьми. Она... Рея? О, Шира, ты вернулся? Ага, привет. Как все прошло? Ты в порядке? Да, нормально. Полагаю, меня отстранили. Отстранили? Если кратко, мне нужно больше тренироваться, с чем я не могу не согласиться. Но не стоит об этом переживать. Это... Все хорошо. В любом случае, мне нужно лечение. Может, я использую этот перерыв, чтобы... Кое-что прояснить? Эй... Шира... А? А? У тебя кровь! Что? Рана открылась! На твоей футболке кровь! О, черт! Тебе не стоит так много двигаться! Позволь мне помочь! Нет, все в порядке. Я сам. Шира, я настаиваю. Я знаю, что ты так не считаешь, но отчасти я виновата в твоих проблемах. Поэтому прошу, дай мне помочь, окей? Понимаешь, это эгоистично, но мне станет легче после всего случившегося. Хорошо. Ладно. Иногда с тобой бесполезно спорить. Мы сделаем так только потому, что ты настояла. Ясно? А аптечка находится там. Иди за мной. Медпункт. Окей. Это должно помочь. Рана выглядит паршиво. Ты на рану смотришь, ээээ, женщина? Тут такая присуха! Такие плечи, ёбанарут! Я не доктор, но ты уверен, что не хочешь пойти в больницу. Нет, все нормально. Мой дядя медик. Обычно этим занимается он. К тому же я не знаю, что ответить, если меня спросят о произошедшем. Так проще. М-м-м-м-м-м-м. Эй, в том, что случилось, нет твоей вины. Ты тоже пострадала. Это могло произойти с любым, правда? Да, но такого бы не произошло с тобой или с кем-либо из твоей семьи, не так ли? Мы отличаемся? Нет, ты сильный. Вчера, когда нас загнали в угол, я ничего не смогла сделать, чтобы защитить тебя. Не говоря уже о маленькой девочке. И что еще хуже, подобное происходит не в первый раз. Правда в том, что пока я слаба, я всегда буду мишенью. Если бы ты не появился, не знаю, что бы я делала. Я хочу быть такой же сильной, как ты. Поэтому я решила, что, возможно, это то, над чем нам стоит поработать летом. Думаю, это займет некоторое время, но это же только начало, верно? Знаешь, и все-таки ты сильная Рея. Да ладно, ты так говори, чтобы меня успокоить. Нет, серьезно. В конце концов, больше никто не давил на меня так сильно, как ты. С недавних пор я начал думать, что это как раз то, чего мне не хватало. Думаю, благодаря тебе мне проще быть честным в своих чувствах. Почему-то с тобой всегда так было. Поэтому спасибо. Думаю, мое опрямство наконец пригодилось. Ага, конечно. Шир, а ты в порядке? Да, просто внезапно ощутилось сильное смущение. Ой, прости, я что-то не то сказала или... Нет, я просто никогда так сильно не оголялся. А, да, конечно. Я уже закончила, так что, пожалуйста, одевайся. Я... я отвернусь. Нет, все нормально. Тебе не обязательно это делать. Но спасибо. Какие немилые, господи. Да, блин, где все? Милашки-помидорки. Про него забыли. Милашки-помидорки. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ничего не ощущать Пока это все не закончится И не окажется, что это Единственное, о чем ты способен думать Проблема в том, что Когда нечто подобное происходит Довольно часто С каждым разом твой страх уменьшается И это становится нормой Все это время Ты вообще собирался мне Об этом рассказать? Да Прости, что не сделал этого раньше Мне жаль, что ты узнал вот так Я представляла это иначе Правда? И какой у тебя был план? Боже, понятия не имею Думала, что расскажу тебе все, когда мы напьемся Так, что ни один из нас ничего не вспомнит На следующий день Хотя, теперь, озвучив эту идею Она не кажется мне хорошей Не смешно Слушай, я понимаю, это тяжело Семейное дело Ты с ним связан Не знаю, что бы я на твоем месте делал Я много болтаю о том, что нужно поступать правильно и так далее Но когда дело доходит до действительности Не уверен, что смог бы Особенно, если нужно рискнуть своей жизнью Эй, а ты помнишь, как мы познакомились? Помню ли? Ха! Будто такое можно забыть Я просто шел по гаридору по своим делам И тут выходит маленький паренек с анимешными волосами И на него набрасывается этот... Как его? Брок Брок, точно! Крепкий орешек! Слышал, он носит солнцезащитные очки в помещении Что с ним не так? Тебе не пришел конец Я реально спас твою задницу Да-да Ты был первым М? Так вот, каково это Наверное, приятно осознавать, что теперь ты можешь в одиночку противостоять хулиганам Я больше тебе не нужен, верно? Нет Но мне все еще нужен тот, с кем я могу разделить счета Жить нынче дорого Засранец! Хорошо Я могу простить за то, что ты хранил от меня свои секреты Но немного обидно, что не я первый о них узнал Знаешь, будь у меня выбор, то ты б узнал об этом первый Да неужели? А Рея? Ну, она важна для меня Но ты был со мной с самого начала Это не одно и то же Ах, ты хитрец! Знаешь, думаю, ты говоришь то, что мне бы хотелось услышать больше всего Но так и быть, сделаю вид, что не знаю об этом Да ладно, я никогда не вру Ты 11 лет врал о том, кто ты Нет, я просто не говорил тебе правду Это другое Вот как? Значит, тебе нравится Рея? Что? Какое-то имеет отношение к... Оооо, черт! Ты реально не можешь врать! Заткнись! Ты мне не зноешь! Ладно, ладно, я принесу еще выпивки Но пока не забыл, у меня для тебя кое-что есть Проверь свои сообщения Можешь позже отблагодарить меня ужином Можешь позже отблагодарить меня ужином Спасибо, Бас. Почему так зимило? Я не могу. Сейчас буду какать бабочками. Продолжение следует. И я пишу о своих мечтах стать кинозвездой. Думаю, у меня получится. Ого, актером значит? Постой, а разве им не нужно сидеть на строгой диете, чтобы выглядеть хорошо и все такое? Возможно, тебе придется есть салат каждый день. Че? Нет, ты блефуешь? Тогда я просто скажу своему агенту, что я мясоед или что-то типа того. Они не смогут меня заставить. Ты про корневор? Да, я про это. Неважно. Корневор диета состоящая из трех этапов и основанная на употреблении в пище только продуктов животного происхождения. При таком типе питания происходит полный отказ от углеводов и пищевых волокон в виде клетчатки. В любом случае, хватит обо мне. Что насчет тебя, Рая? Кем ты хочешь стать? Ну, думаю, будет круто стать космонавтом. Реально! Ты третий человек из всех моих знакомых, кто хочет отправиться в космос. Да? Ну еще бы. А кто не хочет? Ведь звезды такие красивые. Представь, каково это увидеть их ближе. Хотя вряд ли мне хватит ума для такой профессии. Так что я просто буду любоваться небом отсюда. А ты, Широ? Кем ты хочешь стать, а? Я... Я не знаю. Никогда всерьез не думал об этом. Эй, не парься! Не обязательно становиться каким-то крутым вроде актера. Ты можешь быть кем угодно. Главное, чтобы это делало тебя счастливым. Ммм... Что-то, что сделает меня счастливым? Ага. А, ну... Тогда... А... Ага. 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 Да, окей. Я хочу быть свободным. 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 Я хочу свободным. свободным. Я хочу свободным. Я хочу свободным. Я хочу. Эй, чувак, как дела? О, Бас, привет. Не обращай внимания. У нас небольшой перекус перед игрой, как видишь. Привет. Я все гадал, почему вы к нам не присоединились. Теперь-то вижу, что у вас есть дела поважнее. Окей, Бас. Приятно было увидеться. Наслаждайся десертом. Желаю веселой игры. Итак, ты готова? Да, определенно. Ну, желаю хорошо провести время вам обоим. Увидимся в понедельник, Рэя. Спасибо, Макс. До встречи, ребята. Да, кстати, куда пойдем? Есть идеи? Неааа, вообще нет. Разве не твоя очередь выбирать? Черт, правда? Боже, мы никогда не знаем, куда пойти. Да, ничего. Я сейчас быстренько что-нибудь найду. Как сильно ты доверяешь отзывам в интернете? Секундочку. Шира, это не... Кори? Черт, она нас заметила? Нет, вряд ли. Хочешь поздороваться? Не думаю, что это хорошая идея. Проклятье! Увидела! Слушай, мы все взрослые люди. И думаю, ты как минимум мог бы сказать привет. Я имею ввиду, она же помахала рукой. Мне все равно. Могу же я притвориться, что не заметил? Я знаю, что вы расстались на плохой ноте. Она тебя обманула. Но ты не был с ней до конца чистен, верно? В конце концов, ты сам как-то говорил, что сожалеешь об этом. Может, это твой шанс все исправить? Да, ты права. Хорошо. Хочешь подойти со мной? Боже упаси! Это чертовски неловко! Я буду болеть за тебя отсюда! Удачи! Привет! Привет! Как дела? Я в порядке? Спасибо! Хорошо выглядишь! Да, я тоже в норме. Постой, этот парень. Кори, он тот, о ком я думаю? Эм... А, да! Это он! Правда? Ты вроде говорила, что между вами все кончено. Так и было, но... Несмотря на все это, он по-прежнему рядом со мной, понимаешь? Я рад за тебя. Серьезно? Ну, спасибо, наверное. Ты здесь с Рей, да? Да, но это не то, о чем ты подумала. Мы просто друзья. Эй, что смешного? Боже, Шира! Тебе стоит быть более честным. И больше всего самим собой. Я вижу, как ты на нее смотришь. Она особенная. Знаешь, когда-то ты так же смотрел на меня. Слушай, то, что я пытаюсь сказать, это не нечто сверхъестественное. Мы не можем контролировать наши чувства, но в наших силах решать, что с ними делать. Поверь, я прошла через это. Не смешно. Эй, детка, прости, что заставляю ждать. Готова идти? А это кто? А, старый знакомый. Он уже уходит. Собственно, как и мы. Да. Ладно, нам пора. Не хотим опоздать в кино. Чао. Разве у нас не полно времени? Тх, замолчи. Увидимся, Кори. Не знал, что ты все еще общаешься со старыми друзьями. Как-нибудь нам нужно все вместе собраться. Детка, поверь, это плохая идея. Лучше встретимся с твоими друзьями. Эй, как все прошло? Вы остались друзьями? Я бы так не сказал, но все хорошо. Так и правда лучше всего. Ну, в любом случае, я рада, что все разрешилось. Ага, думаю, так и есть. Спасибо за это. Расслабься. Что бы там ни было, мне вдруг захотелось молочного коктейля. Кажется, я знаю одно место. Кажется. Для протокола. В следующий раз ты выбираешь, куда мы пойдем, окей? Не-а, это останется на тебе. Ладно. Вау, это место навевает воспоминания. Ага. Такое чувство, будто мы столкнулись только вчера. В прямом смысле. Знаешь, встреча с тобой самое неожиданное событие из всех, что могло произойти в ту ночь. Да, для меня тоже. Расскажи, как у тебя дела? Как семья? А, у нас все хорошо по-старому. Завтрашнего дня я возвращаюсь к своим обязанностям, так что это мой последний свободный вечер. Погоди, серьезно? И ты решил провести его со мной? Эээ, ну, думаю, у меня не будет больше столько свободного времени, поэтому я хотел увидеть тебя до того, как начнется вся эта безумная... Да. Ооо. Хм. С каких это пор ты стал таким романтиком? Роман... Что? Один экстра большой клубничный молочный коктейль для кого? Хм? Хе-хе. Ооо. О, да, это мой. Пожалуйста, дорогая. Спасибо. А это для кого? Хм? За счет заведения. Небольшой подарок, поскольку вы отмечаете особое событие. Отмечаем? Какое событие? Разве вы двое снова здесь не в честь вашей годовщины? Но года же еще не прошло. Это не так, мы не... Да-да-да, это вы говорили и в прошлый раз. Может, я и стар, но не глуп. Широ можно разбирать на мемы. Это что за выражение лица? Развлекайтесь, детишки. Эх, молодежь. Но... В следующий раз хочу пойти в другое место за молочным коктейлем. Да, надо поискать. Так, хочешь уйти отсюда? Да. Будем ждать вас снова. Хе-хе-хе. Хе-хе. Хе-хе. Знаешь, в первый вечер после возвращения грудь показался мне таким спокойным. Жаль, что это даже близко не похоже на то, как обстоят дела в реальности. Послушай, как ты на самом деле? Ты всегда интересуешься, как у меня дела, как я себя чувствую, но никогда толком не рассказываешь, что происходит с тобой. Я знаю, что ты совсем недавно сюда вернулась. Как справляешься? О, ну если честно, в последние дни меня мучают сомнения. Наверное, ты прав. Это место не то, каким я его помню. Здесь больше ни для кого не безопасно. Стало куда труднее обосноваться. Так что в последнее время я подумываю над тем, чтобы уехать обратно. Понятно. Но потом я представляю, как действительно уезжаю и понимаю... Боже, да ведь мне никуда идти! Просто чувствую, будто здесь есть нечто, что мне еще нужно сделать. А я не хочу уезжать, поджав хвост, понимаешь? Мне нужно одолеть этот город, сказать последнее слово или... не важно. Как тот, кто всю свою жизнь пытается это сделать, хочу предупредить. Это не так-то просто. М? Конечно. На время еще есть, да. Кроме того, здесь не все так плохо. Тут я снова встретила тебя. И вас, разумеется. Если бы не вы, ребята, возможно, у меня бы было меньше причин, чтобы остаться. Порой бывает одиноко, когда ты сам по себе. Эм... Рея... Ой, погоди. Пока не забыла. Вот. Прости, что так надолго одолжила. Я давно собираюсь вернуть ее тебе. Просто хотела убедиться, что она чистая. Все в порядке, Рея. Можешь оставить ее себе. М? Я заметила, что она тебе понравилась, поэтому никогда не просила ее вернуть. Кроме того, на тебе она смотрится лучше. Правда? Ты уверен? Да. Тогда ладно. Спасибо. Как влитая. Что смешного? Ничего, просто ты сбиваешь меня с толку. Что? Почему? Ну, с одной стороны, ты беспокоишься о собственной безопасности, но ты наверняка знаешь, что нахождение рядом со мной этому не способствует. Почему? Из-за твоей работы? В основном. Моя семья не самые простые люди. Мы не совсем законопослушные граждане со всеми этими белыми заботами и прочим. Ммм, это, конечно, так, но думаю, здорово иметь такие отношения с семьей, как у тебя. Конечно, я не могу узнать всех деталей, но все вы были добры ко мне. К тому же, приятно видеть, как вы живете и делаете что-то вместе, понимаешь? Связь, которую вы все разделяете, это то, чего нет у моей семьи. Ммм, так, говоря гипотетически, ты не отказалась бы стать частью такой семьи? Ммм, знаешь, не думаю, что была бы против. Реально, порой мне кажется, что это могло бы быть весело. Ты так не считаешь? Ммм, возможно, ты первая единственная, кто так когда-либо думал и говорил. Это потому, что ты больше никого не знакомишь со своей семьей. Знакомлю, конечно, но только тех немногих, кто действительно важен. О, значит, я особенная? Технически, ты сама пришла и представилась. Ну, да. Но ты же был не против. А почему я должен быть против? Мой отец уже знал о тебе, так что это была самая легкая часть. Ммм? А что ты ему рассказал? О, ну... Ммм... Уже не помню. Эй, это же неправда! Не волнуйся, однажды я вспомню. И когда это произойдет, я расскажу тебе. Ах... Ах... Ну, раз так, полагаю, мне придется задержаться здесь подольше, чтобы это узнать. Конечно, хотя это может занять некоторое время. Ммм, догадываюсь. Все в порядке. У нас есть время. Субтитры сделал DimaTorzok Типа второй сезон, но второго сезона так и не вышло. И непонятно, будет ли он. Поэтому я решила не травить вам душу этими ненужными ожиданиями. Если прям сильно интересно, можете поискать оригинал и почитать. Ссылки есть в описании. Но я озвучивать не буду, потому что не хочу лишний раз расстраиваться, что это очередной незаконченный проект. Всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я вас всех люблю. Поцелуйте от меня свою маму. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok